Приветствую всех, с вами Лориэл. Сегодня я расскажу вам про певицу Земфиру. Это известная в России рок-певица, поэтесса, продюсер, композитор, основатель группы Земфира. Дата рождения ее 26 августа 1976 года. Многие знают ее песни, особенно в конце 90-х. Я разбирала Земфиру по соционике и по ХВД. Я нашла способ определения соционического типа, при котором соционический тип, его дихотомии видны в коде и показателях, которые рассчитываются по методу ХВД, по дате рождения. У двух разных людей с одинаковой датой до рождения будут одинаковые показатели и социотипы, кстати, тоже. Но проявляться они будут по-разному. Как вот, например, близнецы имеют одинаковый социотип и проявляются они зачастую очень разно. Это зависит от воспитания, от личного опыта человека, от его окружения, от того, как на него повлияли другие люди. А дихотомии могут проявляться совершенно по-разному. То есть нет двух одинаковых, например, Максимов или Гексли, чтобы они себя вели как клоны. Такого быть просто-напросто не может. Проявление социотипа, оно как раз-таки может быть совершенно различным. И посмотрим, насколько Земфира отличается от эталонных представителей своего типа. По ХВД Земфира это третья типология. Это предприимчивый деловой человек, склонный к ответственности и больше к роли демократичной, равной в общении. То есть не приемлющий подчинение различных иерархий и жестких рамок. По соционике, по показателям ХВД Земфира явный логик, причем логик черный, а не белый. А также экстраверт, рационал и сенсорик, как оказалось. Получается логика сенсорный экстраверт, хоть и не совсем типичный за счет своей сферы деятельности. Все-таки такую сферу деятельности, как песни, это приписывают больше как интуитам и этикам, интуитам. Но тут случай такой. Качество и способности логико-сенсорного экстраверта в ней есть в полной мере. Она трудолюбивая, у нее много проектов и очень ответственный человек. Она продюсирует свои альбомы сама, так как знает, как сделать качественно. И у нее было такое выражение, что по поводу качества, что в шоу-бизнесе и у нее разные цели. То есть, качество в шоу-бизнесе не так ценится, как ценится связи. И она это заметила. Она создала узнаваемые песни, которые знают практически все в России. И все благодаря своему труду и перфекционизму. Земфира-экстраверт. О чем говорит ее обширная деятельность и активность. Земфира-сенсорик. Посмотрим на ее детство. В детстве она увлекалась баскетболом, была лучшим игроком, что говорит о том, как она контролирует свое тело. При этом работа на износ это не ее. То есть, у нее были моменты выгорания в ее биографии. Также в сторону сенсорики, то, как она экспериментировала со своим внешним образом. И ей это удавалось. По ХВД я также заметила, что в Земфире больше мужского, чем женского. Это во многом отражает в ее внешности и в поведении. Если вам было интересно про Земфиру, ставьте лайки и пишите, кого бы вы хотели разобрать. И я выберу. Если вы хотите себе разбор по соционике, либо по ХВД, то пишите автору, пишите в телеграм, который будет указан в ссылках. Всем до свидания. С вами была Екатерина Луарриэл. Встретимся на следующих разборах.